Священники Челябинска воспитывают патриотизм. При храме Сергия Радонежского работает православный центр. В нем детей учат боевым искусством. А еще собирать и разбирать автомат. Есть и священнослужители, которые в перерывах между службами ходят в ренажерный зал и жмут 225 килограммов железа. Артур Шпулатов увидел, как проходит тренировку священников и побывал на занятиях в православном патриотическом центре. Что, еще веса добавил? Конечно, я же еще могу добавить 225, пожать с легкостью. Три раза в неделю утраца Дмитрия Кирикова начинается в тренажерном зале. После смиренной молитвы берется за гантели и начинает тренировку. Жмет вес до 225 килограммов. В этом году священнослужитель выиграл чемпионат мира по силовому троеборью. Обошел более 30 участников из Шанхая, Великобритании и Казахстана. Говорит, развитие духовное идет рука об руку с физическим. Я до этого занимался борьбой. Уже батюшку не будешь руки ломать. Что-то такое доброе надо. И начал заниматься тяжелоатлетикой. Заниматься рукопашной борьбой отец Дмитрий начал, когда был офицером. Более 12 лет он служил на таджика-афганской границе. Рассказывает, после увиденного переосмыслил жизнь. Просто родилась вера, родилась любовь к Богу, желание молиться. И уже не мог дальше находиться в должности офицера. Поэтому принял такое решение, уволиться. И прошел просто на гражданку. И при храме начал просто быть псаломщиком. Теперь Дмитрий Киряков-священник мечтает построить свой храм, при котором будет православная спортивная школа, в которую сможет прийти представитель любой веры и даже атеист. При котором будет православный спортивный клуб. Там будут размещены секции и футбола, и дзюдо, и самбо, и для девочек, и баскетбол, и гонбол. Подобная школа, кстати, в Челябинске уже существует. При храме святого преподобного Сергия Радонежского есть патриотический православный центр. В нем старший панамарь Владислав Анисимов между службами учит детей боевым искусством. Левой рукой бьем сюда, и правой рукой бьем сюда. Понятно? Да, точно! Работаем корпусом обязательно при ударах. На занятия приходят дети от 10 до 17 лет. Самому Владиславу 23 года. За плечами служба в армии и 7 лет волонтерства при храме. Тяжело совмещать в связи с тем, что сегодня утром начинаются, к примеру, занятия, а вечером уже надо бежать на службу. То есть, как бы, приходится отпрашиваться иногда. В этом же клубе патриотического воспитания детей учат быть защитниками устройства автомата Калашникова. Воспитанники знают на зубок. Общее устройство. Приклад, магазин, шомпол, дуло, мушка. Сотрудники центра уверяют, занятия прививают любовь к родине, а еще воспитывают силу и физическую, и духовную. Артур Ишпалатов, Екатерина Буша, Ален Хачатуров, Кристина Никитенко, Кирилл Уланов, ОТВ.